Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутия сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова и Николай Слепцов, у микрофона редактор Сергея Лана Антонова. В эти дни Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Саха в Якутии отмечает первый день, первый год своей работы. Несмотря на небольшой срок существования, оператор ресурсов образовательных организаций Республики проделал большую работу, реализовал интересные проекты, расширил круг партнёрства и многое другое. Итак, что было сделано за прошедшее время? Каким профессиям здесь можно обучиться? И как якутияне могут принять участие в новом проекте Центра? Ответы на эти и другие вопросы дадут сегодня гости нашей студии. Итак, это заместитель директора Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха и Якутия Андрей Михайлович. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И маркетолог дирекции по продвижению проектов Сайсара Вячеславовна Гермогенова. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Наша программа одновременно выходит на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Телефоны нашей студии 32 0066 и 32 1166. Ну что же, мы начнем наш разговор с рассказа о самом Центре. Когда он был создан и вообще какие задачи тогда перед ним были поставлены? Ну, во-первых, я расскажу о наших целях, миссиях и направлениях работы Центра опережающей профессиональной подготовки. Во-первых, нашей целью является создание уникальных образовательных программ по востребованным у работодателя и в общем в экономике регионе, востребованным профессиям. Это первое. Во-первых. И во-вторых, мы проводим анализ, мониторинг и прогноз рынка труда региона. Это одно из наших основных направлений. Второе направление – это у нас работа с партнерами, выстраивание новых форм сетевого взаимодействия с органами государственной власти, образовательными организациями и предприятиями. Третье направление – это у нас реализация образовательных проектов. Мы разрабатываем совместно с профессиональными образовательными организациями, колледжами и техниками краткосрочные курсы для того, чтобы наши граждане имели возможность получить профессию в краткосрочные сроки не больше шести месяцев. Ну и четвертое направление – это у нас сопровождение профессионального развития. Сюда входит информирование и профориентация не только школьников, но и родителей, но и граждан всех категорий. Такие центры, приезжающие профессиональные подготовки, начали создаваться с 2019 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Получается так, что наша республика, подав заявку, выиграла конкурсный отбор, и мы вошли в тридцатку первых регионов, где создались такие центры. Наш центр, приезжающий профессиональный подготовки на данный момент, находится по улице Крупской, 13. И учитывая, получается, региональные особенности, наш субъект является одним из самых больших, огромных по территории. Труднодоступность, ну и логистики. Имеется актуальность в том, чтобы наш центр, ну, работу, получается, наш центр является единым окном, оператором и агрегатором всех образовательных ресурсов. Хорошо, давайте поговорим о результатах деятельности центра, только коротко за прошедший период, и потом уже постепенно, в течение разговора, я думаю, мы осветим все его результаты работы. Хорошо. Так, ну, за 2020 и за первое полугодие 2021 года нашими образовательными программами охвачено более 4,5 тысячи граждан, а также профориентационными мероприятиями охвачено более 14 тысяч школьников от 6 по 11 классы, ну и разработано 48 образовательных программ, то есть оцифрованы. Они размещены на нашей цифровой образовательной платформе, по которому граждане могут дистанционно обучаться и получать профессию. А также, находясь в стенах своей школы, у нас есть проект первой профессии, по которому школьники могут, находясь в школе, приобретать первую профессию. Я думаю, действительно, очень здорово. Да, по нему прошли обучение более 700 школьников, а также более 350 граждан перпенсионного возраста получили, также получили возможность обучиться и успешно завершили обучение. И самое главное, обучиться бесплатно. Хорошо. А каковы на сегодня возможности площадок, центра и по каким программам вы работаете? Мы работаем по многим федеральным программам. Это у нас, конечно, персональные цифровые сертификаты. Оно начало работу в нашем регионе еще в 2019 году. В 2020 году мы являлись операторами данной федеральной программы и по нему мы, как говорится, отрабатывали со всеми образовательными организациями персонального обучения и давали возможность гражданам получать информацию о реализуемых курсах по данной программе. В этом году персональные цифровые сертификаты реализуются уже немного в другом формате. Если в прошлом году граждане по этой программе могли получать профессию в краткосрочных курсах, то в этом году отличие является тем, что они уже не получают профессию, а походят в переподготовку, получают диплом. Получают диплом и в прошлом году граждане обучались бесплатно по цифровым компетенциям, а в этом году уже либо сам гражданин платит половину стоимости обучения, либо предприятие. То есть оно софинансируется со стороны государства только 50%. На сегодняшний день квота по регионам не распределялась, она, получается, на всю Россию распространяется, и каждый желающий может на цифровой платформе зарегистрироваться и заявить желание обучиться и пройти обучение. Это по персональным цифровым сертификатам. Есть еще у нас программа «Билет. Будущее». «Билет. Будущее» — это профориентация школьников, профпробы. Тут же очень важное направление, да? Да, профпробы. И в прошлом году мы тоже являлись операторами данной федеральной программы, и по нему прошло более 9 тысяч школьников профориентацию. И данные профпробы проходили на базе профессиональных образовательных организаций, колледжах и техникумах. В этом году отличием стало то, что профпробы будут проходить на территории исторических парков «Россия. Моя история». Это одно из направлений работы. И еще у нас есть программа «Содействие занятости». Да, вот об этой программе давайте чуть подробнее поговорим. На какие категории граждан рассчитан этот проект? Данная программа рассчитана на безработных граждан, состоящих на учете в Центре занятости населения. Также граждане, ищущие работы и обратившиеся в органы занятости. Женщины, сидящие в отпуске по уходу за детьми до 3 лет. Незанятые женщины, имеющие детей до школьного возраста до 7 лет включительно. Предпенсионеры, а также граждане в возрасте 50 лет и старше. Данная программа позволяет данным категориям гражданам получить бесплатно профессию. Пройти курс краткосрочный и получить профессию. Отличительной чертой от прошлогодних реализаций по этой программе является то, что по окончании обучения они должны трудоустроиться, либо стать самозанятыми. То есть это обязательные условия, чтобы обучение проходило не просто так, а имело уже какой-то свой конечный результат. Да. Ну что же, а где вообще проходит обучение? Это образовательные учреждения, либо это предприятия по профилю, либо это платформы, на которых проходит все? Как я уже говорил, мы являемся операторами. То есть мы аккумулируем краткосрочные курсы, которые ведут колледжи и техникумы, и по востребованным профессиям мы направляем на обучение. То есть каждый гражданин подает заявку, ознакомливается с перечнем профессиональных курсов, переподготовки, подготовки, профобучения, и после того, как он определяется своим выбором, он находит, как говорится, мы также еще и помогаем ему найти работодателя. Он подписывает трехсторонний договор о том, что по окончании обучения он будет трудоостраиваться в этой предприятии. Либо заключается двусторонний договор, в котором он обязуется стать самозанятым по окончанию обучения. А обучение проходит на базе наших колледжей и техникумов на территории Республики Сахай-Куть. А вот можно ли обучаться дистанционно? Есть ли такая возможность, например, для тех, кто проживает в улусах нашей республики и так далее? Такая возможность имеется, но надо смотреть по образовательным программам индивидуально. А сколько мест выделено по данной программе в нашей республике? В нашей республике выделено всего 1091 место. По направлению WorldSkills молодые профессионалы, которым мы являемся операторами, выделено всего 364 квоты. На данный момент получается так, что обучение уже прошли 119 граждан. Из них уже трудоустроено 85 граждан. На сегодняшний день продолжают обучение 117 человек и в кратчайшие сроки, ну, полутора-двух месяцев они закончат. А трудоустройство этих вот, ну, закончивших обучение, они должны доказать, предоставить документы до 15 декабря. Хорошо. А вообще какие компетенции, может быть, профессии оказались наиболее востребованными? Наиболее востребованы по заявкам наших сограждан являлись такие компетенции, как медицинский и социальный уход, графический дизайн, кондитерское дело, социальная работа. Хорошо. А вообще, я знаю, что вы активно работаете еще и в сфере профориентации. Вот почему сделан упор на это направление? Конечно же, большой упор делается и на профориентацию. Почему? Потому что каждый школьник, каждый молодой гражданин должен выбирать свою профессию, как говорится, по своему желанию, да, по своему наитию. Как говорится, человек становится профессионалом только тогда, когда он внутренне хочет стать этим профессионалом. Эта программа у нас ведется по билету в будущее, и по этой программе ученики, школьники проходят профпробы, то есть померяют на себя, измеряют профессию. Каким образом это происходит? Это происходило в прошлом году на территории образовательных организаций, где они воочию видели мастерских, как работают студенты, преподаватели. И смотрели, каким образом все-таки перенимается опыт и умения, и навыки, и какие производственные работы ведутся. То есть они непосредственно на своем личном примере, сперва, наверное, проходили тестирование, затем они уже могли убедиться в необходимости, может быть, либо наоборот, отказаться от будущей профессии. Но какие-то делали для себя выводы, да. Итак, дорогие друзья, впереди вас ждет блок рекламы, после чего мы вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И как мы уже говорили, в эти дни Центр, опережающий профессиональной подготовки Республики Саха, Якутия, отмечает первый год своей работы. И несмотря на этот небольшой срок, оператор ресурсов образовательных организаций Республики провела очень большую работу. Реализовал интересные проекты, расширил групп партнерства и многое другое. Итак, что было сделано за это время? Каким профессиям здесь можно обучиться? И как якутияне могут принять участие в новом проекте Центра? Ответы на эти и другие вопросы дадут сегодня гости нашей студии. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Сахаса. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 320066321166. Итак, мы продолжаем наш разговор. Еще один упор сделан у вас на обучение малоимущих по соцконтракту. Какие возможности им открывает Центр? По реализации проекта «Государственная поддержка на основании социального контракта» наш Центр опережающей профессиональной подготовки определен региональным куратором по направлению образования, обучения. И по данному направлению 26 учреждений среднего профессионального образования предлагают свои образовательные программы. Что это означает? Означает в том, что когда гражданин малоимущий обращается в управление социальной защиты населения с готовностью о том, что он по подписанию социального контракта обязуется обучиться и, соответственно, открыть свое дело на оставшиеся деньги. В этом году данный социальный контракт с таким, как говорится, видением, в таком формате реализовывается впервые. Данное изменение было внесено в январе, в начале этого года. До этого, получается, не обучались, а в этом году уже начали обучаться. По данному направлению более 500 образовательных программ, краткосрочных курсов предлагаются этими 26 учреждениями, колледжами, техникумами. И на данный момент уже прошло 156 человек обучения. Позже случаем хотелось бы тем гражданам, которые подписывают социальный контракт, обучиться через нашу платформу, зарегистрироваться и подать заявку на обучение. Ну что же, мне вот интересно было бы узнать, что говорят сами слушатели обучения, да? Знали они до прихода к вам вот о той помощи, которую оказывает им государство? Ну, наш центр совместного государственного комитета на инвестиции населения, а также с Министерством труда, социального развития республики, ведем совместно информационную кампанию. Выходим на СМИ, выходим на социальные, разные мейтенджеры, да, и распространяем эту информацию. Ну и как раз-таки мне хотелось бы к маркетологу обратиться. Вообще, какая работа у нас проходится в целях информирования, продвижения деятельности ЦОП? Удобны ли сервисы центра, доступны ли они для слушателей, например, вот посредством телефона, не у каждого под рукой есть, например, стационарный интернет? Ну, мы активно ведем наши социальные сети, инстаграм наш ЦОП нижнее подчеркивание ЕКТ, также у нас есть ютуб-канал ЦОП Якутия, ну и также выходим в средства массовой информации, и у нас на сайте указаны все наши контакты, наш телефон, в Двагисе мы тоже есть, можно нам звонить и спрашивать любые интересующие вопросы, касающиеся образования. Хорошо, а какие еще, например, может быть, формы или методы продвижения вы применяете в работе? Ну, например, мы проводили день открытых дверей до ограничительных мер, да, именно по программе содействия занятости мы помогали гражданам подать заявку для участия в данной программе. Вот, так проводим. Хорошо, а вот дни открытых дверей, как вы думаете, эта вот форма, несмотря на то, что она существует, вот уже не один десяток лет, скажем, она оправдывает? Конечно, она вообще, конечно, актуальна, потому что наши граждане еще, ну и взрослое население еще не совсем хорошо умеет пользоваться интернетом, компьютером, телефонами, и поэтому мы им помогаем вот так, проводя открытые двери. А вот те сервисы, которые у вас существуют, например, чтобы зарегистрироваться, либо заполнить анкету и так далее, насколько они удобны вообще вот для пользователей именно мобильного интернета? Да, подать заявку на обучение у нас можно сразу на сайте cop14.ru в разделе «Услуги», и там есть все наши курсы, которые представлены, и можно там сразу подать заявку. Вся информация тоже там сразу представлена. А какие еще формы могут приняться? Опросы, может быть, анкетирование вы проводите на изучение общественного мнения? Конечно, вопросы мы проводим непосредственно. Наших слушателей, которые ранее у нас проходили обучение, мы им тоже отправляем анкеты, на какие курсы они бы хотели бы еще пройти обучение, какие их темы интересуют. То есть выслушиваться по желанию, есть какая-то обратная связь, которая дает дальнейший импульс для развития. Да. Хорошо. Я знаю, что в этом году проект передвижной учебно-строительный комбинат «Пуск», который реализует ваш центр, выиграл грант главы Якутии. Расскажите, пожалуйста, вот как в дальнейшем будет реализовываться этот проект и вообще что сделано? Данный проект передвижной учебно-строительный комбинат был инициирован молодежным правительством Республики Саха-Якутия. Данный проект был предложен председателю правительства Республики Саха-Якутия Тарасенко Андрею Владимировичу. И по его поручению мы разработали данный проект совместно с молодежным правительством как центр. И даже этот проект был поддержан нашим министерством, курирующим министерством образования и науки, Сисой Михаилом Петровичем. И пилотным районом мы выбрали горный район. Горный район мы выбирали. Почему? Потому что в данном районе у нас, к сожалению, пока нету колледжей и техникума, желающих обучиться и получить новую профессию. Там было много, ну и незанятой молодежи. И получилось так, что в этом районе, в селе Бердегастях, строится новый квартал. Новый квартал строится ООО Атгезии. И данное предприятие, оно согласилось на своих участках создать учебную мастерскую. Учебно-производственную мастерскую, где жители горного района могли получить практику. Пройти практику и навыки приобрести, получается, на базе территории, где строится новый дом. И горный район, администрация горного района в лице Андреева Никиты Викторовича, они поддержали данный проект. И поэтому пилотный проект был уже реализован, начиная с весны, заканчивая летом этого года. И 16 граждан в села Бердегастях и горного района получили возможность бесплатно обучиться и получить профессию. Насколько я знаю, некоторые из них уже трудоустроились на предприятии ООО Атгезии. Кроме этого, посчитав, что данный проект имеет возможность реализоваться и в других районах нашей республики, и поэтому мы летом подались на грант главы республики Сахай-Якутия. В данном проекте мы рассчитывали, что мы будем обучать на бетонщика, на каменщика, а также сварщика. То есть самые востребованные рабочие профессии, строительство новых объектов. Также мы выбрали район, горный район. Чтобы там уже продолжить, да? Да, продолжить данный проект. Амгинский район и Усалданский район. Почему именно эти районы? Потому что, во-первых, в Амгинском районе, опять же, у нас нет колледжа или техникума. Желающих обучиться, мы тоже лягкий опрос проводили, тоже есть. Ну и там есть строительные объекты, которые реализуются, инвест-программы. Ну и опрос показал так, что там есть востребованность. В Усалданском районе мы тоже выбрали этот район. Почему? Потому что в самом селе Парагонцы есть много объектов, которые будут строиться именно в этот год. Начиная с этого года, ну и продолжаются. Вот. И по этому проекту мы планируем обучить 100 безработных граждан. Не старше 35. То есть этот проект направлен на молодежь, во-первых, да? Почему такой проект именно называется передвижной учебно-строительный комбинат? Потому что у некоторых граждан нет возможности выезжать из районов в центр республики. То есть получать образование именно в городе Якутске. То есть здесь у нас... То есть вы сами идете навстречу тем, кто хочет получить профессию? Да. 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 Именно так. И получается, когда вот гражданин, который хочет обучиться в новой профессии, он встречается с трудностями в том плане, что ему необходимо, во-первых, уехать из родного села в городе Якутск, то есть транспортные расходы, а потом ему еще нужно где-то проживать. Где-то проживать. Ну, это некоторым, к сожалению, нашим гражданам непосильная ноша, очень много расходов, и поэтому мы предложили этим проектам именно им обучиться дистанционно на нашей цифровой платформе. Мы оцифровываем курсы, и благодаря цифровой образовательной платформе они получают теоретическую часть у себя дома. У себя дома. А вот практическую часть, производственную практику, они проходят на территории, где они проживают. Действительно, это очень хорошо, да? Я знаю, что вот в Горном Улусе, где проходило обучение, ребята даже должны были сдавать экзамен. То есть очень, можно сказать, строго ответственно подходили к этому вопросу. Да, мы нанимали преподавателей из колледжей и техникумов, которые принимали квалификационный экзамен, по которому они, успешно прошедшие, получили достоверение. Ну что же, надеемся, что действительно продолжение проекта благодаря гранту получат еще и в других Улусах нашей республики. И, как вы сказали, еще 100 молодых ребят смогут пройти обучение, получить новую профессию и, соответственно, внести свой вклад в дело развития своего Улуса. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я знаю, что ваш центр является инициатором еще одного проекта. Он называется «Про опережение Дальний Восток». Вот что это за задумка? Давайте пока начнем этот разговор. Проект «Про опережение Дальний Восток» проводится совместно с Центрами, опережающими профессиональные подготовки Дальнего Востока при поддержке Федерального института развития профобразования и Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Проект проводится впервые в целях повышения доступности, актуальности и качества дополнительного образования за счет внедрения дистанционных образовательных технологий. Он проводится в два этапа – региональный и дальневосточный. Региональный он начался уже с 20 сентября и продлится по 8 ноября в онлайн-формате. Дальневосточный он у нас запланирован в формате очного хакатона с 22 по 26 ноября. И там примут участие уже победители регионов Завайкальского края, Амурской области и Республики Бурятия. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы привемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим о итогах работы Центра опережающей профподготовки нашей республики. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Как мы говорили, в эти дни Центр опережающий профподготовки Республики Саха-Якутия отмечает первый год своей работы. И несмотря на этот небольшой срок, оператор ресурсов образовательных организаций Республики проделал большую работу, реализовал интересные проекты, расширил круг партнерства и многое другое. Итак, что было сделано за прошедшее время? Каким профессиям здесь можно обучиться? Как якутияне могут принять участие в новом проекте Центра? Ответы на эти и другие вопросы дают сегодня гости нашей студии. Я напомню, это заместитель директора Центра опережающей профподготовки Республики Саха-Якутия Андрей Михайлович Андреев и маркетолог дирекции по продвижению проектов Сейсара Вячеславна Гермогенова. Итак, мы начали рассказывать о новом проекте, про обережение он называется. Мы уже сказали, с кем вы начали работать над этим проектом. Я слышала, что проект вообще планируется провести в два этапа, региональный и дальневосточный. А почему именно вот так? Ну, региональный этап мы проводим среди профессиональных и образовательных организаций Республики Саха-Якутия. И на региональном этапе также мы проведем, уже проводим, начали образовательный интенсив. С 4 по 7 октября он проходит. Профессиональные образовательные организации изучат там, как проектировать курс, как его производить и также как его продвигать. Именно по коротким курсам от 72 академических часов до... от 16 до 72 академических часов. И на данный момент у нас принимают участие 25 команд профессиональных и образовательных организаций. И далее мы выявим 10 команд среди них, которые уже после разработки программы курса, они начнут производить, делать образовательный контент. И также который разместится у нас на цифровой платформе ЦОП. После этого мы уже выявим финалистов, три команды, которые дальше уже будут участвовать на дальневосточном этапе. На дальневосточном этапе примут участие вот как раз-таки финалисты Забайкальского края, Амурской области и Республики Бурятия. И будет онлайн-очный хакатон по разработке курсов, тоже краткосрочных. Я думаю, что многих заинтересует, вот какие требования предъявляются к участникам, к конкурсантам? Ну, требований как таковых нет, просто это среди профессиональных образовательных организаций нашей Республики. И главной целью это является улучшение качества дополнительного профессионального образования, актуальности и конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Куда и в какие сроки можно подать заявки, например, для участия в следующем, например, конкурсе проекта? В этом году мы заявки собирали у нас на сайте cop14.ru. В следующем году, наверное, мы тоже его проведем. Так, пока не могу сказать точно, какие сроки будут. Например, что вы вообще планируете достичь с помощью проекта, и что ждет победителей? Какая награда? Ну вот на региональном этапе будут три финалиста, которые получат ценные призы. Мы хотим как-то вот помочь нашим профессиональным образовательным организациям, чтобы у них была какая-то видеостудия для записи видео-лекций по разработке онлайн-курсов, ноутбуки, возможно. Ну вот так. Призы будут такими. Хорошо. Как вы сказали, уже сегодня участники первого регионального этапа, команды от учреждений средних профессиональных образовательных организаций, Якутия уже проходит образовательный интенсив. Расскажите нам об этом процессе более подробно. Какая вообще программа интенсива? Ну вот, программа состоит в основном из трех блоков. Это проектирование курса, производство курса и продвижение курса. Спикерами у нас выступают известные крупные организации, такие как Нетология, Лекториум, Университет 2035 и также Уральский федеральный университет. На курсе они подробно ознакомятся по нормативной базе, как делать курсы, да, правильно, как соблюдать авторские права при разработке курсов, педагогический дизайн, как делать красиво, правильно, грамотно сделанные презентации, также как снимать видео лекции, также будет у них курс от Нетологии по продвижению, как находить свою целевую аудиторию, как продвигать, какие инструменты использовать и так далее. Хорошо. А вот какие известные спикеры проводят занятия? Я слышала, что очень известные должны быть преподаватели, кто уже имеет какой-то свой существенный вес в своей области. Ну вот с Университета 2035 это Андрей Комиссаров, известный игропрактик, от Нетологии тоже спикер есть, ну и с Уральского федерального университета по нормативной базе и по соблюдению авторских прав, по анализу целевой аудитории. Хорошо. А что дают вот такие новые формы проведения проектов, на Ваш взгляд? Ну это, конечно же, повышение качества, повышение качества курса, конкурентоспособность, чтобы курсы у нас были удобны для наших слушателей. Формат онлайн очень сейчас востребован, поэтому разрабатывать онлайн-курсы тоже нужно уметь, чтобы слушатель доходил до конца курса. Хорошо. Вопросы такие поступили по нашему разговору. Спрашивают наши телезрители, радиослушатели, какой срок занимает обучение по программе содействия занятости, есть ли график занятий, где с ним можно ознакомиться? График занятий по содействию занятости, да? Да, да, да. График занятий по содействию занятости у всех разный, у нас же много профессиональных образовательных организаций, и они... Ну, видимо, они хотят посмотреть в списании, да, где, когда, какие курсы. Ну, они стартуют по-разному, смотря по наполняемости групп. Они могут ознакомиться с нашими, ну, с программами на нашем сайте, чтобы почистить нас. И какой документ мы получим после окончания обучения? Вот такой вопрос еще поступил. Ну, по курсам повышения квалификации это удостоверение, повышение квалификации, по профобучению это свидетельство рабочего, и по переподготовке это диплом о профессиональной переподготовке. Так, следующий вопрос спрашивают. Я отношусь к категории лиц 50 и старше, и в настоящее время работаю. Могу ли заключить трехсторонний договор с текущим работодателем? Да, конечно, это возможно в цели сохранения работы, либо повышения по карьерной лестнице, ну, повышения должности. Можно участвовать. Вы сказали, что нужно найти самому работодателя, который мог бы заключить трехсторонний договор, и спрашивать, какие возможности и ресурсы для этого есть. Как не найти работодателя? Ну, непосредственно обратившись, наверное, в Центр занятости населения, они ведут хорошую работу по этой программе тоже совместно с нами. Может быть, есть какие-то ресурсы информационные, как найти? А найти работодателя, советы, может быть, у вас есть на платформе? У нас есть, в принципе, база работодателей, и иногда они спускают, вот, допустим, какие профессии, какие должности у них востребованы. Вот это мы можем посоветовать. И спрашивают еще, какие документы нужно подготовить для того, чтобы пройти отбор на бесплатное обучение? Ну, у всех категорий граждан это разные требования. Ну, видимо, по содействию занятости спрашивают, я думаю, самое популярное направление. У безработных это, конечно же, справка о том, что он состоит на учете, и паспорт. У ищущих это, плюс дополнительно к этому копия трудовой книжки. У женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми до трех лет, это справка от работодателя, что находится в отпуске. Также у женщин, которые не состоят в трудовых отношениях, это справка об отсутствии индивидуального предпринимателя, статуса такого, и справка от ФНС о лицевом счете. Ну, у предпенсионеров это просто паспорт и справка о том, что он относится к предпенсионерам. И все. И спрашивают номер телефона или горячей линии, по которой можно задать вопросы и получить консультацию. Наш номер 8 800 222 41 40. Именно по содействию занятости у нас добавочный номер 4. Хорошо. Ну и в завершении нашего разговора, я думаю, наверное, нужно подвести какие-то итоги, да? Какие задачи вообще ставите перед собой по дальнейшей работе Центра опережающей профподготовки? И планируете ли вводить еще новые проекты? Несомненно. Конечно, мы хотим развивать те направления работы, которые уже у нас ведутся. Мы будем также участвовать в федеральных программах. Также будем работать по направлению операторства. И, конечно же, вот те курсы, которые у нас есть, мы будем по возможности оцифровывать и размещать на цифровой образовательной платформе. Так, и, конечно же, хотелось бы, пользуясь случаем, сегодня поздравить наших коллег из системы образования с Международным Днем Учителя. Пожелаю им крепкого здоровья, чтобы ученики и выпускники радовали их успехами в образовании и профессиональной жизни. Хорошо. У вас пожелания? Ну, всем удачи, особенно вот по проекту про опережение, нашим коллегам, кто участвует. Пожелаю удачи, успехов. Хорошо. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о работе Центра, опережающей профессиональной подготовки Республики Саха, Якутия, который в эти дни отмечает год своей работы. И мы рассказали о том, какие проекты работают в Центре, о том, какая работа была проведена, говорили о тех цифрах, которых вы добились за год своей работы. Ну что же, дорогие друзья, это была программа «Якутск. Сегодня». Всего вам самого хорошего и до свидания. Программу подготовила и провела редактор Сарклана Антонова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok